Дневной эфир на радио Говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Всем здравствуйте, у микрофона Владимир Карпов, и сегодня с нами Александр Пыжиков, доктор исторических наук, профессор МПГУ. Александр Владимирович, здравствуйте. Да, добрый день. Сегодня историк у нас в студии для того, чтобы поговорить о 12 июня, о Дне России, такая наша традиционная рубрика в День России. Ну и очень часто это довольно критические передачи, я думаю, сегодня будет такая же. Да, ну вот, Владимир, вы правильно сказали, что мы поговорим сегодня об историческом, значит, но с историей тут, конечно, не очень длинная история, естественно, по историческим меркам. У самого Дня России вообще практически, да, там сколько, 28 лет получается, в 90-м же году она была подписана. С точки зрения, сейчас мы к этому вернемся, с точки зрения исторических мерок, это даже название историческое сюда, в общем-то, применимо с трудом. Почему? Да потому что история это все-таки что-то прошедшее, да. Вот мы пытаемся там разобраться, смотрим, потом там знакомим слушателей с этим, там, да, вот то, что мы там обнаружили. То есть такой вот активный процесс идет, познавательный. То здесь-то о чем? Здесь дистанция жизни человека, это все проходило на наших глазах, правильно? И все мы прекрасно это и помним, и кто старше, и кто чуть младше, только вот уж совсем последнее поколение, которое выросло в постсоветском периоде. Замечу, что им сейчас уже 28 лет, тем, кто вообще не помнит, что там происходило 12 июня 1990-го года. — Ровесники, ровесники перемен, что сказать там. — Да, да, и они уже скоро в деды перекуются, а вы, Александр Владимирович, все... — Нет-нет, ничего, жизнь идет нормально, здесь уже ничего. — Так что считайте, что это мы уже живая история, и можем рассказать о том, что же там происходило. Итак, год 1990-й, можно, наверное, начать с подоплеки. — Ну, конечно, конечно, да. — Из того, что мы помним, вот это была та самая эпоха, хотя сейчас об этом стараются забыть, когда пытались пересмотреть все. Ну, то есть, то, что Советский Союз существует, многим казалось, что это плохо, потому что нет возможности... — Аномалия. — Да, у республик нет возможности развиваться независимо. В России громко раздавались голоса тех, которые говорили, нужно балласт этот с себя сбросить для того, чтобы Россия могла нормально развиваться, а не быть донором у всех этих паразитов, которые присосались к нашим энергоресурсам и ко всему остальному. Так вот, с точки зрения историка, что же там происходило, к чему все шло? — Ну, конечно, все эти события, связанные вот с этим Днем независимости, они все прекрасно известны, да. Это июнь 1900 года, вот, когда была принята декларация... — 1990-го? — 1990-го года, да, уж если точным совсем, да. Когда была принята эта декларация о независимости, значит, тогда еще РСФСР, но потом это все название изменилось на Россию уже после 1991-го года. А сам праздник, там как раз в годовщине были приурочены там выборы, вот, первого президента в РСФСР еще в рамках там, да. Ну, было понятно, куда идет дело, и дело идет к тому, что все очень круто поменяется. В общем-то, мало кто уже в тот период сомневался, и вот я вспоминаю эти годы, я еще там молодым тоже был тогда. Вот, это все ощущалось. Что там ощущалось? Вот самое главное, давайте, помимо всей формальной стороны, с которыми может, ну, любое ознакомиться, да, несложно, все-таки вот этот перелом, что он нес? Перелом — это крах СССР, который уже дышало все этим крахом, да. — Прибалтика, Грузия уже вот все добурлит. — Ну, крах не только в каком-то национальном аспекте, а вообще в целом, правильно, и в экономическом, и в политическом, и в геополитическом, если хотите, и даже в мировоззренческом там, да. Это уже все ощущали, что все дело идет к чему-то такому серьезному, что вот на век этих людей, кто живет, вот, и наш тоже, да, век случилось это грандиозное событие, и что будет дальше? Вот этот вот, то есть это было время, которое дышало не только крахом, да, вот как мы, с чего мы начали, а я все-таки подчеркну, это было время, которое дышало ожиданиями, это нельзя вот скидывать со счета. И самое главное, ведь мы помним, что митинговая активность вообще в России, если ее за весь период брать до сего дня, да, то тогда она была на недосягаемом уровне для сегодняшнего уже, конечно. То есть я сам участвовал, значит, в качестве самого обычного, так сказать, человека, вот в этих вот митингах, которые проходили тогда еще вот на Манежной площади, еще не было всех этих торговых центров и прочих строений, потом все это перенеслось в Лужники, и вот и туда я ездил, и вот этот вот пятачок известный, где размещается редакция газеты «Московские новости» на Пушкинской площади, да, вот там постоянно, значит, кипела политическая жизнь, везде были ожидания. Почему люди туда ходили? Действительно, их же не по какой-то разнарядке туда сгоняли, там, правильно, там, да, профсоюзов там или еще там каких-то там, бухгалтерий. Сотни тысяч, кстати, тогда собирали. Конечно, счет на сотни тысяч. Сравните, что сейчас мы видим, да, когда пять тысяч, это небывалым и успех уже считается. Так вот тогда люди-то шли туда по своей воле, поскольку действительно вот то, что они услышали в перестройку, да, вот вал такой информации, который обрушился на людей, он, во-первых, вызвал шок, но в то же время думал, а вдруг вот все-таки что-то будет в смысле лучшего. И поэтому люди тянулись сюда. Ну, на самом деле, вот это вот противоречие между ожиданиями и действительностью, да, вот здесь оно в полной мере имело место, если так можно сказать. Вот. То, что произошло в девяностые годы, оно, в общем-то, я всегда повторяю, продолжается и по сей день, несмотря там на какие-то, значит, косметические меры там, да, и на попытку там при плохой игре сохранить хорошую мину, значит, да, лица. Это все продолжается сейчас, и вот это действительно стало вот таким шоком разочарования. И я считаю, что вот это перелом 90-91 года с последующим вступлением в новую реальность, от которой что-то ждали, и когда в ней оказались, в этой реальности, то увидели, что это такое, вот после этого можно сказать в стране, если мягко сказать, то, конечно, вот страна оказалась деморализована, это если мягко. А если сказать посильнее об этом, да, что произошло, я вот люблю применять этот термин, в стране произошло то, что описывается термином антропологическая катастрофа. Антропологическая катастрофа, это поясню, это когда люди теряют свой облик человеческий. Они оказались в такой среде, в их непривычной, что им, в общем-то, стали навязываться стандарты таких отношений межчеловеческих, межличностных, да, любых, к чему общество, которое вышло из советского, было не готово. А стандартов, как таковых-то, еще не было, то есть приходилось практически все с нуля-то и начинать. Ну, Владимир, ну, правильно, я бы опять сказал чуть-чуть сильнее, да, продолжая эту мысль, стандарт был, это стандарт бандитский, вот этого бандитского капитализма, здесь никакого, ничего удивительного нет, это не какая-то наша особенность, да, это какая-то специфика России, будут говорить, да ничего подобного. А как рождался капитализм на Западе? Так это же, это же и есть, это бандитский, тут другого термина применить к этому нельзя, что там творилось. А что творилось, это ладно, на Западе, в Европе это давно, а что творилось в Америке? Так это тихий ужас, там вообще это людьми назвать нельзя, что там происходило. Переем первоначального накопления капитала, Александр Владимирович. Ну, первоначальное, это так, если научно выражаться. И вот мы столкнулись с этим, да, вот как вы сказали, по-научному, да, первоначальное накопление капитала. И это оказалось действительно шоком. Прежде всего шоком не только экономическим, да, это в первую очередь так, но, во-первых, это шоком психологическим. То есть люди поняли, что они оказались в какой-то среде, где человек и человеческие отношения девальвированы, они разменены и в центре сцепляющим элементом всех отношений, людей, организаций, становятся деньги. Вот что определяет человеческий облик. А это уже нельзя назвать человеческим обликом, это что-то другое. Вот отсюда понятие антропологической катастрофы, это не мое, так сказать, изобретение, я поддерживаю это понятие, оно очень четко и правильно описывает то, что происходило в стране. Как так получилось? Ну, смотрите, с одной стороны, люди, которые вот в 90-е, вы в том числе, приходили на площади, верили в светлое будущее. Конечно, кто же не верит? Полагали, что хуже уже быть не может, и как-то себе представляли, выстраивали политическую программу преобразований, поступательного движения, шагов к тому самому светлому будущему. И вдруг растерялись в тот момент, когда нужно было эти шаги реализовывать. Ну, во-первых, конечно, никаких, я скажу честно, никаких таких вот ясных, четких представлений о том, как достичь какого-то светлого будущего, значит, не было. Потому что светлое будущее у всех было в форме того, чего обещала КПСС. Это коммунизм, как мы знаем. И это длилось не одно десятилетие. В 1961 году Никита Сергеевич уже просто всему обещал. К 80-му году. Да, к 80-му году там, да. Вот будущее в таком коммунистическом, значит, стиле в каком-то, да. Теперь стало ясно, что, значит, будущего в коммунистическом стиле не будет, как нам сказали, да. И, собственно говоря, вот эта перестройка, она была направлена на вот девальвацию всех этих вот построений о коммунистическом светлое будущем. То человеческая натура-то как устроена? Это не значит, что этого не будет, но человек заряжен на ожидании лучшего, правильно? Это нормальное психологическое состояние человека, на самом деле. Поэтому он и человек. И он искал других вот этот точек. Тогда как будет? Какое? Тут вот вылезли вот эти вот, вот эта вот пропаганда вся. Какое? Да, вы забудьте, выбросьте этот опыт тогда, там сколько, 70-80 лет, там, да. Это все полный чушь, это аномалия, это отклонение. А будущее светлое, конечно, будет, сказали, вот. Поэтому давайте все туда. И вот это вот ожидание было, все пошли по этому пути и выяснилось, что действительно, действительно светлое будущее будет. Только для кого? Возникает вопрос. Оказалось, что светлое будущее гарантировано только процентов, так, до 10 населения. А остальные превращаются, как теперь модно говорить, в лузеров. Значит, проигравших это самое по-нашему там. Вот это то, с чем, если называть вещи своими именами, все население столкнулось. Конечно, печальная-то картина была. Один из самых популярных вопросов, а можно ли было сделать все как-то иначе? Вот здесь возвращаемся и к запросам, и к тому, что на них необходимо было отвечать. Здесь, кстати, это перекликается во многом с теми эфирами, которые мы проводили по поводу Иосифа Виссарионовича. Когда вы говорили о том, что Сталин, по сути, реализовал то, что хотели от него люди. Конечно, так в этом и сила была. И здесь тот же, не знаю, Борис Николаевич Ельцин, да, как человек, который выступил, заводил и всех этих преобразований. Он мог поступить иначе? Ведь он тоже отвечал на запросы людей. Ну да, да, логичный вопрос, конечно. Ну, во-первых, сразу же, поскольку фигура Ельцина здесь всплывает, и мимо ее никак не пройти, естественно. Я сразу скажу свое мнение, что на самом деле не надо преувеличивать какие-то интеллектуальные потенции Бориса Николаевича. Они такие были близки к нулю. Это действительно такой, скажем так, трудяга в аппаратном смысле слова, который вывелся в эти секретари, в первый ряд обкома этого Свердловского, и дальнейшая эта карьера была. Но чтобы этот человек мог чего-то там осмыслить, значит, осознавать, это очень сильно, значит, преувеличивать, если так говорилось. Он мог почувствовать. Он чувствовал только одно, и это чувство им двигало. Это чувство обиды, что его, значит, Михаил Сергеевич выкинул из обоймы там. Вот это вот, да. Он, будучи на посту первого секретаря Московского горкома партии, дернулся, что, так, если попросту говорить, дернулся на лидерство. Начал показывать себя, что называется, вот в этом смысле дернулся. Естественно, это не могло не быть незамечено, поскольку все подобные движения очень быстро улавливаются в этой аппаратной среде. Кстати, не только в партийной, и сейчас то же самое. Вот. И, естественно, это вызвало соответствующую реакцию. Вот. Но он пошел на принцип, что называется, то есть решил играть это до конца, раз уж он начал эту песню там, да, надо ее петь до конца. В итоге его оттуда, значит, отстранили. Вот. И это чувство обиды, оно, конечно, в нем было. И тот шанс, который предоставился ему, он к этому шансу лично имеет весьма далекое отношение. Просто он так благополучно для него сложилось, что он на этом изломе оказался востребован. И поэтому, что он был заводил этого излома, это вообще, конечно, лежит за пределами вероятного такого утверждения. За водилами выступала другая прослойка, может быть, незаметная там, да, которая не мелькала там на телевидении, там на страницах газет. Тогда интернета еще не было, да, как мы понимаем. Вот. И там был запрос на то, что происходило. И Борис Николаевич с его жаждой ненависти, желанием поквитаться, значит, за обиды, оказался как нельзя лучшим инструментом, чтобы эту стену прошибать. Собственно говоря, вот вы выбрали о него безошибочно. Ну, все эти пикировки между Горбачевым и Ельциным можно было наблюдать по телевизору в рамках заседания Верховного Совета, где они периодически нет-нет, да и столкнутся и обменяются любезностями. Ну, они друг друга ненавидели, уж так попросту говорят, ненавидели друг друга. И вот так, как мы сейчас сидим в студии, они сесть не могли. Хорошо, ставим на место Бориса Николаевича кого-то другого. Он что, мог поступить как-то иначе? Абсолютно. Я думаю, что просто Ельцин действительно оказался очень удобной фигурой такой. Тем более, что на призывы к чему он пришел? И вот эти все митинги стотысячные. Почему они тогда, вот и я на них был, были привлекательны? Это требование справедливости социальной. Вот красная нить, лейб-мотив всех этих митингов. Что зажралась партноменклатура, все эти пайки, все это там, значит, черти чего, привилегии, блага, хватит, а народ, значит, ничего не имеет. Поэтому Борис Николаевич, который себя в этом смысле показал, значит, поездками на трамвае и троллейбусе, значит, на работу в московской горком партии, вот этот вот особняк на Тверскую бывшего генерал-губернатора Москвы, то, конечно, он илистворялся с этим. А что получилось-то в итоге? Вот почему я это и говорил, что он не заводил этого процесса. Никто не собирался устанавливать никакую социальную справедливость, о чем грезили многие-многие миллионы населения в нашей стране. Запрос в этой элите был на дно. И запрос этот сформировался, конечно, не в 1990 году или там, в 91-м. Этот запрос сформировался раньше, еще про незабвенным Леониде Ильиче Брежневе. Запрос какой? Хорошо, мы имеем все. Тогда партнер-минклатура, в общем-то, была отделена от народа, и никто с этим спорить, я думаю, не будет. Это все больше, больше Хрущева начиналось. И уже к концу 70-х годов, да, уже все было ясно всем, значит, что там никто ничего, никакого коммунизма строить не собирается. Население стало ясно. Поэтому зачем? А ведь люди-то не идиоты, не надо считать других глупее себя. Так чего мы, Владимир, будем надрываться, значит, когда там ребята какие-то дела свои обтяпывают, а мы здесь что-то должны незабвенно, значит, вкалывать? Да никто не будет. И все бросили работать, естественно. Все нормально. Но смысл-то какой там был? Они имеют все, но это все нельзя передать по наследству. Мы не владельцы этого всего. Это чертова коммунистическая, социалистическая, это идеология. Вот она уже как кость в горле стояла всем. И, кстати, я вот так без фамилии скажу, многие участники таких, можно найти немало, нынешнего списка Форбс, вот их отцы, это были крупные советские хозяйственные руководители, уверяю, очень тогда горевали на тот счет. Они уже все были подпольными миллионерами, отцы. Как теперь мы передадим нашим деткам они, чтобы это дальше все двигали? Им не нужно, и это на всех уровнях, на всех уровнях, им не нужно был весь этот Советский Союз вот в том экономическом, политическом состоянии, в котором он был. Им нужно было убрать это все, чтобы расчистить дорогу детям. Расчистили. Расчистили, ну и дети получили то, что они хотели. Абсолютно. Я не буду называть фамилии, но в списке Форбс папы у многих крупные хозяйственные и другие работники, и правоохранительные сферы тоже, понятно, откуда они уже деньги эти получали. Вот им это требовалось, простор экономически. Они, это один из факторов. Фактализм требовался. Один из факторов. Ну это для того, чтобы закрепиться на каких-то позициях. Кто-то закрепился, кто-то, кстати, потерял. Ну нет, 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 нет. Правильно. Потому что это перелом серьезный. И поэтому я всегда говорю, что когда этот запрос сформировался в элите, это одно дело. Но когда он начал этот запрос реализовываться на практике, да, ломаем все. Идеологию, экономику вообще от Государственного Советского Союза выходим в новое состояние, где мы развернемся и расфасуем все, что создано двумя-тремя поколениями по своим карманам, здесь была издержка очень серьезная. И эта издержка, она и до сих пор родимым пятном в нашей элите, в общем-то, светит. Что я имею в виду под издержкой? Потому что в эти перемены крутые не могла не хлынуть откровенная уголовщина. И вот поэтому наша элита имеет такое полууголовное лицо. Что откровенные уголовники стали частью этой элиты. Ну, будем называть это скромной издержкой. Да, кстати, запрос на ту же самую собственность, которую была бы возможность передавать по наследству, он существовал и внизу. С одной стороны, формально у нас было социалистическое государство. С другой стороны, все практически участники этого процесса, где, казалось бы, должно распределяться все по справедливости, и непременно ты квартиру получишь. Но, получая квартиру, потом ты хотел передать ее своим детям. Получая, зарабатывая что-то, ты хотел на них приобрести какие-то хорошие вещи и так далее. Так вот не надо вот это вот путать все, под один знаменатель подводить. Конечно, если кто-то хочет там квартиру, какой-то участок, шесть соток там, да, или там машину какую-то, да, самую обычную, там, передавать по наследству, это вполне нормальное, естественное желание. Ведь это же не желание передавать по наследству фабрики, заводы, газеты и пароходы. Это разные вещи совсем. Да, примерно то же самое, на самом деле. Нет, нет, это совершенно разное. Это тот же актив. И поэтому, когда говорят, что бизнес там, вот, он может все, и делают такой вид, вот, особенно либеральные круги к этому склонны, под бизнес возводить всех. И там, и Абрамовича там, да, там, с Усманом и Фридманом там, да, и Михельсоном, и тех, кто на рынке там торгует. Так для них, для этих это бизнес, это аферы, я бизнес, это знак и равно аферы у меня. А здесь люди, которые подводят под бизнес, это выживание, чтобы с голоду не сдохнуть. И таких бизнесменов, в кавычках, миллионы, чего у них общего со всеми этими ребятами? Да ничего общего этого нет. Ну, единственное, чтобы только прибить их. Вот это единственная точка соприкосновения между ними. Все. Еще один фактор, который мы не рассматривали пока в рамках сегодняшней программы, это тот самый национальный вопрос. Вот четкий запрос на то, чтобы, кстати, давайте жить по справедливости, и хватит кормить республики за счет Российской Федерации тоже живут? Ну, во-первых, здесь абсолютно то же самое. Национальный вопрос, он очень яркий, хороший, всегда он на виду и привлекает внимание всех, особенно молодежи, как мы знаем там, да? А что хотели эти все национальные элиты, скажем так, сейчас национальные, конкретизируем, да? До того же самого. Они хотели бесконтрольно распоряжаться своей властью. И все. Поэтому все эти бывшие советские республики, это такой а-ля феодализм. Это мы все прекрасно знаем. И, кстати, говорю, как население, то республик, и закавказский, скажем, и среднеазиатских, вот мы их берем, как оно воспринимает сегодняшнюю ситуацию. Кстати, есть очень хороший канал «Это узнать». Вот я сюда ехал на такси, который мне вызывали, и всегда, сейчас все это знают, таксисты обязательно это представители каких-то республик, которые здесь... И Армении, в большинстве случаев там, да, часто и Армении, и Таджикистан, и все среднеазиатские. И у них у всех, да, единое мнение. Они все недовольны тем, что происходит у себя. Это раз, да, что понятно, у них полное сознание, чем занимаются эти все кланы элитные, которые там властвуют, да, на данный момент. И самое главное у них понятие, что измениться ситуация в их странах, да, может только в одном случае. Вот это вот общее у всех, удивительно, при всех разнообразностях. Если она изменится здесь, там автоматом пойдет, они считают. Если что-то вспыхнет здесь, то там снесут эту всю публику однозначно. Вот эта вот связанность, на самом деле, той территории, которую раньше называлось Советским Союзом, она даже сейчас ощущается на каком-то подкорковом уровне, понимаете? Есть. Но прибалочку при этом мы не берем. А прибалочка, это абсолютно не наше вообще. Это, конечно, да, я это прибал... Хотя и там эти настроения сильны, как говорят, вот в той же Латвии, да, там же даже в органах госвластия представлены, да, русскоязычное население. Но все равно ментально, конечно, прибалтика никогда не была нашей там. Но это очевидный факт. Кстати, вот сейчас перебирал в голове те республики, где смогли вот те самые партийные номенклатурщики закрепиться. В Азербайджане удалось, пожалуй. Ну, в Казахстане Назарбаев до сих пор остается. А все остальные... В Азербайджане, а тот в Туркмении инструктор ЦК КПСС этот был, Туркмен Баши. Но Туркмен Баши уже умер. Ну, умер, но так теперь... Так или иначе, смена идет. Ну, смена идет. А смена в рамках тех кланов. Только если не каких-то форс-мажоров не случается, как вот сейчас вот в Армении. Вот в связи с этой вспышкой митинговой там активности. Грузия до этого. Грузия. Но все равно, что такое Армения. Армения, там около десяти этих армянских кланов, которые держат всю эту Армению. Вот что такое Армения. Измениться в Армении что-то может, если, значит, что-то с этими кланами произойдет серьезное. Если говорить о России, в России вы наблюдали национальную элиту? Сейчас, кстати, подчеркнули, что вот в республиках это был один из факторов их желания сепарироваться. А в России-то как таковой национальной элиты и не было. Ну как? Как не было? Это так нам возразят. Как это не было? Кто такие все эти люди, которые сейчас называются воцерковленными? Которые группируются вокруг, значит, РПЦ. Вот это, с их точки зрения, есть самая патриотическая, самая национальная элита. Все, кто не к ними, не с ними, не в их кругу, значит, это уже не русские, а вообще непонятно кто. Потому что с давних пор, с пор каких дореволюционных романовских, появилась вот эта вот связка. Русский может считаться только тот, кто имеет отношение к церкви. Церковь – это идентификатор русскости. Если ты к этой церкви отношения не имеешь, то, значит, ты не русский. Вот я не русский, потому что я не имею отношения к этой церкви. Это Александр Пыжиков, доктор исторических наук, профессор МПГУ. Разбираем сегодня 12 июня, День России. Вместе с нами сегодня Александр Пыжиков, доктор исторических наук, профессор МПГУ, вместе с которым разбираем День России, 12 июня. Ну и практически не говорили все-таки о тех событиях, которые происходили, которые предшествовали тому, что мы сейчас 12 июня, в принципе, отмечаем как праздник. Вот само заседание Верховного Света, что там было принято? – Да, ну, известно, это декларация о суверенитете. – Как эта мысль вообще пришла? Вроде как, есть Советский Союз? – Нет, нет, да нет, ну какой? Мы уже не говорим. – Все решения принимаются в Москве. – Да все уже катилось, все уже катилось. И поэтому нужно было сделать что? Про национальные элиты мы сказали, по-республикански. Ну и у Бориса Николаевича, естественно, обуреваемого жаждой мести, была только одна цель, такая же, как и у этих национальных республик – выйти из-под этого союзного центра, чтобы он просто провалился. Ну что и получилось. – Москва есть союзный центр, поэтому выходить из себя – это куда выходить? – Нет, 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 нет. – Как куда выходить? Брать власть там, где можно ее брать, в свои руки. – Но теоретически можно было бороться за власть как раз вот над всем Советским Союзом. – Нет, нет, нет. Ну, во-первых, никто из союзных республик не собирался бороться за власть над всем Советским Союзом. Это нонсенс. Поэтому я всегда говорю, что единственный случай в масштабах СССР, когда это удалось, это обеспечил Никита Сергеевич Хрущев. Он опирался на украинскую парторганизацию, и поэтому этим ребятам региональным удалось взять в СССР власть в свои руки. Я имею в широком плане всю эту брежневскую прослойку, не только в Днепропетровском смысле, а вообще. И вот именно фактически произошла украинзация партии на Советский Верхов. Тогда это произошло. Но это произошло благодаря Хрущеву, потому что все другие – Маленков, Булганин, все какие его там, даже там, кого еще возьмите, других – этого не было. Те мыслили уже именно союзно в общем. Хрущев сначала союза не мыслил, потому что он понимал, что он там никто, и никто его мысли в союзном масштабе не воспримет. Поэтому ему нужно было взять точку опоры, затащить тех, кто как бы его будет поддерживать, и с коими он будет там себя чувствовать комфортно. Вот это все и случилось. Правда, потом они его благополучно изгнобили, но это уже особый разговор. Так и здесь то же самое. Значит, мы свое берем, мы свое берем все, отчаливаем отсюда. А самый основной становой хребет – это кто? РСФСР, естественно, да. Ну, РСФСР куда отчаливать-то? Никуда. Поэтому вопрос о суверенитете и возникает. Вот он это и сделал. Да, он это и сделал. Что теперь на территории РСФСР будут иметь действия только законы, принятые российскими властями, а не властями союзными, то есть Советского Союза. В принципе, то же самое делали везде. И в Казахстане, и в Азербайджане, и где хотите, в любой. Вот он это делал. Просто последствия этого шага для Туркменистана и Люзбекистана и России, они несоизмеримы были. И, конечно, поэтому Россия при разводе-то и взяла на себя вот эти все долги. Вот собственность вот этого всего. Заграна там большая была. То есть раздел был там атомное оружие, естественно, значит, ну а куда его? В Киргизию, может, что-то отдать, что ли? Ну это уже детали этого развода. То есть фактически вот так вот, если и говорить образно, я это слышал где-то в сравнении, что произошло, значит, в 90-91 году. Вот теперь мы это празднуем как День независимости, да? Хотя менее третье население воспринимает это как праздник по социологическим вопросам сегодняшним. А значит, что мы празднуем? День независимости. Тогда еще, глядя, независимости от кого? Или от чего там, не знаю. От кого мы теперь независимы? Вот тогда еще люди мучились, я помню, этим вопросом, да? Как-то он был смутный. То сейчас уже никто не мучается ответом на этот вопрос. Для людей все понятно, от чего это независимость, что это за независимость, от кого от чего. Это независимость, скажем об этом, независимость элиты от своего народа. Вот это мы сегодня и празднуем, значит. Это абсолютно точно. И сейчас очень важный рубеж. Они подошли, прошло, как мы сказали, в начале 28 лет. Да. 28 лет у них выросли дети, как вы понимаете, да? У них дети тоже растут. Вот. И теперь задача, чтобы все, что расфасовано по карманам за эти годы, перешло детям. Вот это очень, на самом деле, такой важный, ответственный момент. Но сейчас с этим проблем-то у них не возникает, потому что все законы позволяют это делать. Ну, там, да, я не беру сейчас во внимание, слушатели могут вспомнить, что там дети-то, там деграданты с точки зрения, там, организаторов способностей у половины. Но у половины нет. У половины нет. Там еще как папам фору хотят дать. И дальше хотят продолжать этот грабеж, который начали папы. Поэтому вот эта передача, вот это вот, это такой очень важный момент. Эта передача не одномоментная, она займет какой-то период времени. Это, на самом деле, очень болевой период. Такой же, как тогда был. Тогда этот период расфасовать надо все. Ведь что такое 90-е годы? Это когда вот на тело России накинулась целая стая, куда уголовники повылезали, которых, видно, при Советском Союзе не было. Они там мандарины на станциях воровали. То теперь тут, вы понимаете, там что-то началось. И они все сцепились между собой. Это мое. Рвать все тело России стало. Из-за этого возникала куча конфликтов между ними. Пока, наконец, в начале 2000-х не прозвучало, вот на рубеже 90-х, 2000-х годов не прозвучала простая мысль. Ребята, прекратите! Если мы сейчас организованно будем грабить, мы уже больше достанется. Чего вы друг друга, значит, палите? Что вы тут друг другу выясняете? И поэтому перешли на солидный, уже такой планомерный, плановый такой грабеж. Вот это идет. Это все прекрасно сработало, и вот теперь наступает момент передачи. Он займет, я думаю, что лет 10, наверное, еще он займет. Может быть, даже чуть побольше. То, что называют политологи транзитом власти. Да, да, да. Это очень важный момент. И тут можно сорваться. Ну, что на самом деле для власти этот праздник? Он очень необходим. Сразу скажем. Вот этот вот День России. Он же теперь называется День России. День России, конечно. День независимости, потому что глупо отмечать независимость, потому что непонятно от кого. Убрали, убрали. Да, теперь День России. То есть здесь какие-то уже такие больше объединительные позывы преобладают. Правильно? Ну, как и 4 ноября. Да. Это День Единства. У нас Россия и Единство. Единство и Россия. Потому что понятно, этот слой, который сейчас вступает в транзитный период, передача собственности и власти, как мы видим тоже. Премьера, премьера всей перед глазами, он прекрасно понимает этот слой. Что в этот момент государство, как главный гарант передачи, оно должно быть как никогда крепким. И поэтому они заинтересованы в государстве укреплений. Потому что если государство по каким-то причинам поедет, я уж не хочу говорить слов там развалится страшных, но как-то ослабнет, поедет, то это, конечно, затруднит. И все этот транзитный период очень сильно затруднение. Для этого же неизбежно все равно нужно укреплять в том числе и социально-экономическую базу. Для того, чтобы не было того фундамента для брожений, который существовал в 90-х. Логично. Владимир, логично. Но до сих пор этого не видно. До сих пор это больше напоминает декларации, чем какие-то реальные действия. И потом я хочу сказать, что сейчас маневр на перемену, он еще уже, чем был, не побоюсь это слово, в конце правления Леонида Ильича Брежнева. Там оказалось застой, махровое, конченое вообще, царство, значит, какого-то мрака, да, там, неподвижного. Вот я с этим не соглашусь. Внешне это все так. Внутренне все ожидали, все готовились к этому рывку. К этому рывку за собственность, рвать страну. Все внутренне были готовы. Понимали, что дернуться нельзя и рвануть нельзя сразу, потому что это слишком ответственное дело. Поэтому и здесь, и мы наблюдали эту артподготовку, которая продлилась несколько лет и сейчас вошла в историю как перестройка, когда все нужно было дискредитировать. Секундочку. До этого был еще Андропов, который пытался усилить все-таки центральную власть. Андропов пытался этому противодействовать. Но, к сожалению, противодействовать этому уже было тогда, видимо, нельзя. Ну, можно спорить, но, в общем-то, его противодействие просто смели. И мы сейчас о них так изредка вспоминаем. И то, и Андропов превратили в какого-то вообще мрачную фигуру. Которая же, к чему он помешать собрался, мать твою, нельзя. И вот тогда, на самом деле, был запрос в этом застой на перемены. Потому что должна пойти, как нынешне говорят, движуха. Рвать надо все. Сколько рвешь, удержишь, то и вот детям передашь там. А вот сейчас никакой движухи не предполагается. Потому что вот этот транзитный период, о котором мы сейчас говорили, да, он не предполагает никаких изменений. Тогда огромная социальная подвижность должна была быть. Просто бесконтрольная социальная даже. То сейчас эта передача не подразумевает никакой социальной подвижности. Никакой бесконтрольности. Никакой. Все нужно взять в жесткие обручи, в жесткие рамки. Чтобы это никуда не съехало. Только тогда этот транзитный период увенчается успехом, с их точки зрения. И, опять же, вернусь к тому, что все-таки фундамент-то нужен для того, чтобы вы держите вражение. И пока вы просто этого не замечаете. Хотя какая-то вот такая вербальная интервенция сейчас. Это как? Это так. Это когда рассказывают, что нам нужен прорыв, и все с этим согласны. Ну и где этот прорыв? Ждем. Не, ну это напоминает... Сегодня после обеда, Александр Владимирович. Нет, это напоминает пение псалмов в церкви, да. Когда там каждый год поют одно и то же, да придет царство его, там, да, и все в таком духе. Если посмотреть на эти псалмы, и чего? Какое-то отношение имеет к какой-то реальной жизни. Никакого. По-моему, здесь аналогия вполне уместна. То есть, если сравнивать то, что происходило в конце 80-х, там, середины 80-х и до 90-91 года, вы сравниваете как раз вот с тем периодом, в который мы сейчас вступаем. Да. Если говорить об исторических аналогиях. Тогда открывалась форточка, а сейчас она должна закрыться навсегда с передачи детям. Вот в чем разница тогда и сейчас. Это принципиальная разница и принципиальный инструментарий меняет. Но это уже не произошло, когда умер Иосиф Сталин, например. Тогда та же самая эпоха была. Так нет, 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 нет. Тоже транзит власти. Так нет. Какой транзит? Что Сталин передал? Гимнастерку и там две пары стопанных сапог? Ничего нет. Вот почему. Я все время говорю, и мы в этой студии тоже говорили не раз. Почему такая привлекательность вот у тех, кто не знает этого периода у молодежи, да, кто вы вырос за эти вот 25 лет, за эти четверть века. Просто молодые люди, и я сам был свидетелем, они не могут понять. У них в голове не укладывается, как это человек имел такую власть, да, неограниченную, и ничего не украл. Так ничего еще и не было. Да ну нет, ну как ничего не было. Это все можно было бы, да. Правда, тут говорят, что он всей страной распоряжался там, да, но это совсем другое. Это не владение. Это не владение. Он не мог передать это сыну Василию. Вот, Василий, кстати, где очутился после его смерти. Потому что на самом деле был довольно малахольным таким молодым человеком, скажем так. И Сталин, в общем-то, много седин получил именно на его выкрутасах, жизни этого Василия. Или там дочь Сталина, что они получили. Сравните сейчас с дочерью нашего первого президента там, и все станет ясно, все станет на свои места. Поэтому, да, вот что-то хотел сказать. Не, не, я ничего не хотел сказать. Я просто вот как раз пытаюсь провести аналогию. То есть для меня не очень понятно, чем тот транзит власти отличается, отличался вот от того транзита. Да не, ну как, тот транзит власти, он происходил совершенно в иных общественных условиях. Кроме Сталина были еще другие люди, которые тоже... И Маленков, и Булганин, ничего, они в этом алгоритме и жили. У них не было зацикльности и не было главным мотивом их жизни обогащение. Они не собирались все это, чем они управляют, передавать своим детям. А здесь мы это все и увидели. Это была главная цель сейчас. Поэтому это кардинально разный транзит. Кардинально разный транзит. Просто когда, опять возвращаясь, засели соответствующие ребята, соответственные прекрасные республики, да, братские, как ее говорят, то у них свой определенный менталитет. Всегда всю жизнь был. И до сих пор мы видим проявление этого менталитета. И они это все повернули на свое русло. И уже слетелись все. А при чем тут они? Ну, конечно, они-то. Их там уже не стало видно. Потому что вся уголовщина, вся дрянь со всего мира слетела. Такая пожива. Это раз в столетие бывает. Кстати, а почему тогда, опять возвращаясь к эпохе Сталина, когда он умер, Национальные республики довольно тихо себя повели? Я, во-первых, считаю, что Национальные республики, на самом деле, особенно население Национальных республик, вот именно об этом, вот акцент на население, они прекрасно понимали, чего они получают от того, что они находятся в Советском Союзе. И вот эти плоды советской политики, они ощущали на себе. Ведь вспомните, что было при царе, эти все национальные окраины. Это же дикость, байство, вообще-то непонятно чего. И смотрите, какой рывок был сделан. Литературы появились, писатели появились, образование появилось. Да когда бы это появилось при царе? Я не знаю, при каком там уже, да? Тогда тоже говорили, мы будем, будем там. Когда Шелковый путь активно работал, тогда... А сейчас, кстати, все эти республики, все население деградировало под управлением, так сказать, местных благодетелей, национальных этих самых элит. Это мы тоже видим вон на улице по такси, поговорите, и все будет ясно. Вот лучший соцопрос. Это несколько раз поговорить с разными лимитами. Таксисты всегда все знают, Александр Владимирович. Они в гуще событий, они людей возят. С чем можно сравнить вот тот период еще, ну вот кроме того, что с вот этим нынешним транзитом власти? Если говорить о 80-х, 90-х, если глубже копать в историю, мы же по спирали все время движемся. Когда это еще вот что-то похожее наблюдалось? С революцией сравнить, насколько я понимаю, некорректно? Нет, в общем, революции можно сравнить, так многие и делают. С 17-го года. Это некорректно. Ну, там наоборот. Там от капитализма уходили, а здесь в капитализм бежали. Тогда пытались включить те самые социальные лифты и прийти к светлой идее за счет смены режима целиком. А здесь... Ну, тогда выдающееся дело было, потому что действительно из низов, рабочих-крестьянских низов, фактически сформировался управленческий слой, который взял на свои плечи не просто задачи к управлению страной, но ее защиты и Великой Отечественной войны. И именно этот слой из рабочих крестьян, он, собственно, и вынес все тяготы войны и обеспечил победу. Никто другой. Которые потом выродились в партноменклатур в итоге. Ну, я бы не ставил негативные знаки по поводу вот этих сталинских выдвиженцев из народа. Вот тех вот сталинских наркомов, так называемых. К ним эта характеристика применима полностью. Вот. Это все началось позже, когда произошел слом сталинской модели управления с акцентом на технократов отраслевых министерств. Когда Хрущев перевернул под эгидой возвращение к ленинскому, так сказать, стилю, что партия должна быть на хозяйстве, а в партии засели все эти ребята из этой прекрасной республики, о которой мы сегодня упоминали. И вот они-то и стали там править баллы. Там произошли совершенно другие процессы. Ну, видите, опять вот мы вспоминаем все это. Я понимаю, может быть, это не к месту, но это опять так. Потому что и царская эта элита, она была пропитана вот этим вот малороссийско-польским духом. И это все вот смели в семнадцатом году. И сейчас опять, я имею в виду сейчас это при Хрущеве и при Брежневе, опять те же люди, совершенно уже в новом контексте, в другом, да? Совсем другие цивилизационные условия, казалось бы, да? Они другие. И все равно происходит то же самое. Дыхание оттуда меняет все. Нет, это не мое. Это факты на это показывают. Если бы не показывали, я бы об этом не говорил. Это удивительная запрограммированность нашей истории. Удивительно. Ее нужно осознать, чтобы на самом деле выйти из нее. Осознать надо. Потому что если не осознаешь, то и действовать не сможешь. Логично. Хорошо. Вернемся в девяностые годы. Да, в наши. Пока в девяностые. Пока в девяностые. Наши они, наши. Пытались же анализировать, какие были альтернативы? Да, но это по-другому может сформировать. Были ли альтернативы разграблению? Были ли альтернативы вообще? Боюсь и нет. И знаете почему? Почему? Вот у меня такое мнение, когда я на такие вопросы отвечаю. Хорошие, когда такие вопросы действительно ставят. Потому что, как говорится, свою чашу нужно испить до дна. Это касается не только человека, но и применительно к странам, к обществам. Это действительно так. И когда говорят, а вот если бы там повернуть, а вот это там как-то не так. Значит, у меня ощущение такое. Поскольку я жил в то время, хоть и молодым был. У меня воспоминания такие остались, что свернуть с этого пути нельзя. Это как с горы сорвалась вот эта лавина снежная. Скажите, а может быть сейчас ее повернем туда? Это самое. Если бы в 91-м победила ГКЧП, например, и так далее, и так далее. Ну, а я не уверен насчет ГКЧП тоже там до конца, чтобы это было там. Потому что дело не в каких-то персоналиях, кто победил. Вот мы сейчас говорили в самом начале. А вот если бы не Ельцин? Что тут какой-то другой тренд был? Нет? Это, грубо говоря, я еще раз продолжу это сравнение. Если лавина пошла, и тут какой-то ком летит, говорит, возглавляет. А вот если этого кома не было, то тогда бы вообще было бы все хорошо. Да то же самое было. Так и было здесь. Причем это же было не только наверху, это на низовом уровне было. Это было на уровне каждого, не то что области, района. Любой области. Вся эта глава администрации, да, там вот эти все верхушка, плюс соединившись с ними местное бандитье. Вот. Остановить это было нельзя. Поэтому говорю, чашу нужно испить до дна. Мы ее испили до дна. Вот. Ничего в этом плохого я не вижу. Это процесс естественный. И не свидетельство о том, что мы там идиоты или какие-то что-то там это самое не такие. Это процесс психологический и общечеловеческий. Но самое главное, чтобы сделать выводы из этого, что значит испить чашу до дна, это значит понять, что произошло. Вот если осознание того, что это было, не будет у нас, то тогда, конечно, это уже тяжеловато. Вот мы на этом и бьемся. Ну, а пока мы эту чашу испивали до дна, мы с этого начали. По сути, выросло новое поколение тех людей, которые уже иначе смотрят и на мир, и на свое будущее. Они живут в обществе, где, по сути, открыты границы, где они могут выбирать, где лучше, где хуже. Они, ну, другие, просто совсем другие. Означает ли это, что они могут совершить те же самые ошибки? Во-первых, молодое поколение очень дифференцировано. Вот это самое главное. Об этом часто забывают. Когда мы так вот с легкостью говорим, там, а, вот молодежь, там, молодое поколение, значит, неправильно. Всегда нужна здесь конкретика. Это все исторические такие подходы, они все очень конкретны. Конкретика в чем? Ну, конечно, та молодежь, которая гоняет на этих иномарках, и вот в ГАИ мы постоянно видим, да, вот эти вот процессы этих детей, золотой молодежи, да, вот это ловят и, значит, бьются с этим. Это одна молодежь. И причем это такой слой, он слой такой вот в крупных городах такой вот, да, это дети вот этой самой элиты. Золотая молодежь, ее так называют. Которая, да, золотая молодежь, которая и должна быть бенефициаром вот этого транзитного периода, о котором мы говорили. Такое меньшинство, я хочу сказать. А огромное количество молодежи, значит, там не то, что гонять или там ездить в какие-то вояжи там на Лазурный берег Франции или еще в какие-то подобные места. Там жить не на что. Так, по-простому говоря. Все равно они другие. Нет, они другие, но они уже... Они уже мыслят иначе. Значит, их первая мысль, как смести вот все это устройство, которое у нас в 90-е годы оформилось уже в качестве государственного. Это мысли везде. Ведь правильно Леонид говорил, какая у нас партия, где ее основная подпитка. Это рабочие окраины, это тогда говорили. То есть, попросту говоря, если перевести эти слова, то сейчас основная прослойка молодежи, это не золотая вот эта вот публика, а это вот те люди, родители которых, как мы уже говорили, родители которых назвали лузерами, и детей, естественно, тоже. И они будут требовать свое место. И даже не имею в виду те, которые выходят на Пушкинскую площадь, там непонятно, значит, это самое, с лозунгами каких-то тоже непонятных всяких персон, а в более широком смысле это обязательно проявится. Просто всегда сначала проявляется что-то такое, что на виду. В городах там везде вот такое вот присутствует где-то. Рябь на воде. Да-да-да, это всегда, но это в закон как бы. А вот мы-то движемся к тому, что действительно поднимется совсем другая волна. Она обязательно поднимется, потому что то, что сейчас мы наблюдаем, да, нет резкого провала такого, да, это надо признать. А это на самом деле очень опасно, потому что лучше бы был резкий провал, поскольку после провала всегда отскок бывает, это все знают технологически. Здесь идет медленно, медленно, с 2014 года, каждый год фиксируется медленное сползание в покупательные способности, в обеднении населения, что отражается и на молодежи в том числе. Этот процесс идет медленно, но уверенно, и он дойдет до своей как бы такой знаковой черты. Вот тогда уже проявятся не какие-то там, это как она называет, блогеры, да, а совершенно другая публика, и мы столкнемся совершенно с другой обстановкой, в которую как бы вот этой всей элите погружаться очень не хочется в транзитный период. Но четыре года с точки зрения истории вообще ничто, поэтому мы еще не знаем, куда мы сползем. Нет, ну конечно, куда-то сползем. С нами был Александр Пыжиков, доктор исторических наук, профессор МПГУ. Вот так вот мы отметили день 12. У меня, кстати, принимаете поздравления в этот день? Можно. С чем? Ну, теперь уже придется с Днем России. Независимое слово мы уже забарковали. Нет, когда вас поздравляют, просто говорят, ну что, Александр Ильич, с праздником? Так вот, дело в том, что с кем я общаюсь, никто как-то не живет категориями праздника этого. Поэтому поздравлений вам и не поступает. Да как-то и не жду, да. Но если здесь поздравить, то ничего, это хорошо. Хорошо. Тогда с праздником, Александр Владимирович. Спасибо. Это был Александр Пыжиков, доктор исторических наук, профессор МПГУ. Вот так мы встретили 12 июня, как всегда, критиковали. Спасибо, Александр Владимирович. Приходите. Спасибо. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова